Ну что ж, друзья, добро пожаловать! Вы на канале BBPlay и я с вами Владимир. Давненько мы снимали YouTube, вернее уже где-то больше, чем полгода назад, так как мы были забанены в нашем первом канале в связи с нарушением авторских прав. И, как вы знаете, 90 дней бана на YouTube — это смерть канала, так что мы создали новый, и сегодняшний стрим мы начинаем с игрушки под названием Surviving the Aftermatch. Это что-то подобное, Surviving Mars, но это не одна и та же игрушка, это просто совпадение. Так что, друзья, поддержите меня, ваша подписка, лайкаем, а мы сегодня начинаем. Так что поехали с новой игрушкой, мы с этой игрушкой уже ознакомились, быстренько пробежимся по основным показателям, что да как и почему. Ну, прочитаем быстренько, что здесь произошло, что нас ожидают впереди, и какие наш путь осаждают препятствия до полного доминирования, как говорится, на нашей карте. Так, обучение. Мир, в котором вы сейчас окажетесь, пережил апокалипсис, и построить в нем безопасные колонии непросто. В обучении вы узнаете, как выжить и успеть. Кроме того, мы расскажем вам об интерфейсе, основных понятиях и правилах игры. Включить обучение. Так, нам обучение нужно, потому что я уже ознакомился с этой игрушкой, и то, что зачем нам какие-то личные окна, которые будут всплывать во время игры. Так что, скрыть эти оповещения. Так, сложность пока что 0%, так что поехали по основным показателям мира. Так, мир почти никто уже и не помнит, с чего все началось. Большая часть населения планеты погибло. После очереди череды глобальных катастроф. Люди пошли войной друг на друга. Ну, как это бывает и в наше время, так же самое. Фигня, ничего не изменилось. Выжившим приходится бороться за существование на различных мирах. Развальных мирах, извиняюсь. Развальных мирах. Так, ну что ж, посмотрим, что у нас тут за показатели. Города разрушены, но природа сохранилась. Умеренный и влажный климат. 40% плодородности, ясно. Мир суров и не прещает ошибок. Средняя температура влажна. Плодородная почва 25%. Планета, настоящая пустыня. Жаркий и сухой климат. Плодородная почва. Ну, начнем мы, конечно, не будем загружаться. Слишком серьезная фигня, так как это ознакомительная игра. И это игра в раннем доступе. Так что нам чисто, чтобы посмотреть потенциал игрушки или есть вообще в нем. Не знаю, на мой взгляд, посмотрим. Катастрофы. После серии катастроф климат планеты изменился до неузнаваемости. А стихийные бестия стали неотъемленной частью поседневной жизни. Худшее позади. Пора восстанавливать цивилизацию. Катастрофы иногда случаются. Уровень загрязнения 20%. Мир по-прежнему жесток, но мы справимся. Катастрофы случаются регулярно. Уровень загрязнения 35%. Но опять же, идем по самому. Не будем там заморачиваться. Ресурсы есть предел любому терпению. В какой-то момент людям становится мало того, что они просто сумели протянуть еще один день. Ну, это, как обычно, аллочность, жажда, приключения, походы. Им хочется на что-то надеяться. Ну, на следующее, походу. Потому что теперь у них есть повод для этого. Путь был долгим и тернистым, но он уже в прошлом. Так, спасательный бункер разрушен. Множество ресурсов на старте. Ну, тут не хочу я там с кучи ресурс начинать. Верный автомобиль. Автомобиль все-таки сломался. Ну, вот, начнем с этого. Так, сложность выжившей. Так, люди... Выжившие. Люди вокруг вас в любой момент могут пересечь тонкую черту между жизнью и смертью. Все они имеют свои недостатки. А все они имеют свои недостатки. Но вместе с вами удалось выжить. А значит, им можно доверять. Раз уж они доверяют вам. Закаленные люди, которые выживут в жутоком мире. 8 родных, 4 детей. Группа выжившие способны себе позаводить. 7 родных, 3 детей. Группа мутных личностей. Ну, так как в этой... И в любых градостроительных и выживалках важным ресурсом для них является большим расчетом люди, которые будут работать на благо нашей колонии. Так что давайте возьмем закаленные люди. 30% пока что сложности. Сложность. Выживших ждет множество испытаний. От различных до серьезных. Страшных. Что? Выживших ждет множество испытаний. Ой, извините, друзья. От незначительных до серьезных и страшных. Иногда они будут сами виноваться в своих бедах. А иногда опасности будут исходить извне. И не забывайте в мире множество других общин, которые без колебаний нападут на вас при первой же возможности. Насколько мне известно, пока что такого еще нет. Что на тебя там налетают рейдеры и грабят тебя. Сейчас есть, они приезжают. Там вы устраиваете тусовки. Ну, бывают некоторые последствия. Там болезни, вирусы и так далее и тому подобное. Ну, чисто до физического контакта, грабежа еще пока что надолезло. Но я надеюсь, что в дальнейшем это будет. Посмотрим. Вы столкнетесь с определенным испытанием. Исследовать просто рассеяние бандитской группировки. Вас ждут множество испытаний. Исследование опасно. Организация... Ну, опять же, идем мы по легкому пути, да, пока что. Возьмем пока что так, чтобы было все наслаждение, а не просто, как говорится, чтобы тебя не рвало. Так, привратник. Жизнь неспосредственна, но иногда несправедлива. Но иногда вы по-настоящему чувствуете, что сжараетесь не в одиночку. Судьба ли это? Или невидимый хранитель? Кто определенно заботится о вас? Кто определенно заботится о вас? Ясно. Каламбур, короче, получается. Будет трудно, но он... А на то стоит архитектор. Гибкий и конструктивный. Выживающий, суров, но справедлив. Непредсказуемый, низких ограничений, запретов. Давайте, суров, но справедлив. В то время надо как-то проявить себя. Ну, опять, иконочку мы замутим сейчас какую-нибудь Мишу. Мишу Кослапова с красненьким светиком, как обычно. Нажимаем его, как... Ну, дать его духу, не вот так, то назовем его, как... Ну, банальненько, опять же. Плай. Вот так. Подтвердить. Мы растетем в тени. Так, я ставим. Мы растетем. Мы будем непобедимы. Короче, поехали. Итак, сложность 44%. Сводка. Обучение. Нет скрытых обучающих сообщений. Есть. Мир. Умеренный климат. Много плодородной почвы. Ясно. Это легко. Хостров, ледки, ретров, низкий уровень загрязнения. Это хорошо. Ну, как это... Это, короче, сумма того, что мы выбрали в предыдущих... Этих экранах. Так, начать игру. Ну, поехали. Собирайте урожай с полей заранее, иначе он погибнет в результате очередной катастрофы. Да, это факт. Бывает такая тема, что начинаются дожди, радиоактивные дожди. И то, что вы посеяли, например, на открытых полях, они испорчены. Так что, если у вас обычно получается два дня предупреждать за два дня до катастрофы. Так, нажимаем паузу. Надо вообще посмотреть, что у нас происходит, где-то как и что. Посмотрите, где наши ресурсы, куда мы будем выдвигаться, что нам оставить под застройку, что мы можем сразу оккупировать. Итак, первым делом мы разбираем грузовик, уничтожить. Вторым делом я хочу сразу разозначить дороги. И сделаем их эстетично. Это будет у нас, например, импровизированный центр. Отсюда мы будем отталкиваться в дальнейшем. Будем, короче, стоить вокруг этого всего поселок наш или колонию, так называемая. Да, отожмем пока что. В первую очередь, о чем мы должны позаботиться? В первую очередь, мы должны позаботиться о воде. Потому что, видите, у нас воды нету. Производство воды минус 12. Итак, сейчас поставим мы воду. Потому что у нас пока что ресурс есть. Чтобы они... Так. Активность 12. Почему? 14. Ага. У нас, видите, у нас изменилось... Если мы его ставим, куда-нибудь до 15 есть. Может, еще больше где-то можно замутить. Нет, 15 максимально, да? Берем 15, значит, где-то 14. Эффективная работа... Ага, обычно эффективность рабочей зоны у нас идет. 15-99 процентов. А есть 100? Вот, 100. Здесь поставим первый колодец. Хорошо. Поехали. Второй колодец. Опять же. Вот до этого, когда я играл, вот ты мог ставить реально чисто друг к другу. И они давали 12 процентов. Сейчас, смотрю, не об этом подумали. И сказали, ну, пацаны, вы как-то хитро хотите нас тут... Как говорится, одурить, да? Так что, ладно. Ставим мы сразу дорожку. Так, у нас 100% производитель. Так, сразу у нас 12 человек, да? Нам надо две хатки. Поставим две хатки. Временное жилье. Одно жилье дает 6 мест. Одно поставим сюда. Другое поставим вот сюда. Да, там, чтобы дорогу вот так. А, да, тут уже что-нибудь мы потом в больничку-нибудь... Дорогу протянем. Далее, поехали. Отжимаем паузу. Пусть он работает. Приоритет ставим сразу на воду. Высокий, чтобы они сразу поближали сюда все строить. Так, по поводу сбора ресурсов. Так, у нас вначале ничего нету. Мы собираем то, что у нас здесь есть в нашем мире, да? Так что, эта зона отвечает за возможный ресурс. Как видите, да? Возможные ресурсы можно сжать. И у нас показывают, что они могут собирать, да? И что они хранят. Так что, переместить рабочую зону. Мы перемещаем рабочую зону сразу. Нам нужен бетон, в первую очередь, и дерево. А тут мы только очень много дерева, а бетона нету, да? Ладно. Посмотрим еще здесь. Давайте сначала по бетону. Потому что дерево у меня... Пока что здесь есть. Значит, сделаем так. Сделаем сначала. Чтобы увеличить или уменьшить зону работы, нажимаем Ctrl и колесико мышки. Крутим вверх-вниз. Это уже выбирает сами. Сразу сделаю так, чтобы все они сюда и шли. Как появится тут красная линия. Это означает, что ресурс данный, да? 24, вот, например, кипяча, бетона, да? Он иссяк. Меняем сразу зону и ставим другой. Так же самое вот работа насчет еды. Так что седойно сначала не заморачивайся. Потому что у нас по поводу... В нашем карте раскинуто очень много... ресурсов, ну, в полу плане еды. Это добишь ягоди и так далее и тому подобное. Поставим пока что на два куста, чтобы они проходили, разбирались и все дело. Так, вода у нас построена. Дома у нас построена. У нас еще остались... Так, дерево. Так, хорошо. У нас сейчас... Что нам нужно? По возможности, побыстрее, побыстрому построить ворота. Почему побыстрее? Потому что иногда они кто-то строит их, в последнюю очередь, кто-то с самого начала. Например, я ставлю с самого начала, потому что, как вы понимаете, важный ресурс это рабочая сила, то бишь люди. Они приходят. Плюс не только рабочая сила, но и... Разведчики, которые будут бегать по карте, собирать нам нужные ресурсы и добывать нам очки и технологии, да? Чтобы мы могли открывать наши дополнители плюшки в игрушке, чтобы ускорить развитие колонии, так говорится. Так, хорошо. Вода у нас есть. Три человека... Три водички у нас плюсом. Так, хорошо. Сейчас строить дорогу. Следующее, что мы делаем в приоритете, мы строим добычу пластмассы и металлолома. Желательно их ставить прям к данным сооружениям, которые откуда-нибудь забирать. В дальнейшем у нас будут уже экскаваторы. Это тоже новая фишка, которая добавлена в обновлении колония. Да, кстати, не сказал, что это последнее обновление. Называется она колония. Ну, банально, но все-таки. И вот. Добавили вот то, что потом у нас мы сможем уже строить эскалаторы. Но опять же, это надо открыть дерево этих умений и так далее и подобное. Так, хорошо строим опять же дорогу. Дорога, понимаете, у нас бесплатная на данной стадии игры. Так что, опять же, добычу пластмассы. Она будет добывать нам не только пластмассу, но и волокно. Волокно, да? Походу, волокно называется. Не помню точно. Так, хорошо. Ладно, люди работают. Так, что кирпичиками собрали уже сколько кирпичиков? 9,24. Так, у нас место есть. И да, у нас есть. Ягоды собирают, дома строят, металл тоже строится. Хорошо, ладно. Кабаны. Кабаны. Иногда нападают на людей. Ну, очень, сколько играл, очень редко бывает. Ну, я думаю, что в дальнейшем это сделают. Так же опять, на данной стадии, например, если вы строите хижину зверолова, он не убивает их, значит, как в этих играх сеттлорс и таких подобных. Значит, там ходят, охотятся на них. Здесь чисто просто она как стоит, работает и за какое-то определенное время суток она вырабатывает какое-то определенное количество ресурсов. Так, второе, что мы можем еще, еще что мы можем построить? Мы можем построить хижину рыбака. Довольно-таки постоянная добыча еды. Ставим где-то вот сюда его. Чем больше, тем лучше, как говорится. Сколько у нас эффективность? 100%, да? Вот ставим сюда. Да, он еще пока что нет, но это не страшно. Как только они наберутся, люди пойдут и будут рыбачить. Так, у нас план на эту серию. Например, не знаю, что мы сделаем. Мы, наверное, построим ворота. И надеюсь, может кто-то к нам подойдет. Ну, ничего, посмотрим. Так, ладно. Так, что они построили? Они построили у нас металлообрабатывающие. Так, хорошо, у нас 7. Так, сейчас они будут строить. Что не хватает? Досок не хватает. Так, ладно, сейчас они бетон заберут, да? Сколько там бетона еще? А, бетон уже собрали. Видите, у нас появилось красное. Так, идем, собираем. Перемещаем рабочую зону на доски. Увеличиваем объем. Все, они сейчас будут убивать доски нам. Я не строю никакие сооружения по добыче, например, дерево, древесины и так далее, и подобное, пока мы не отчистим нашу зону. Довольно-таки много ресурсов валяется везде. Я начинаю ощущать где-то около радиуса нашей базы, чтобы они далеко не бегали, потому что это опять же время. А потом уж, когда они уже будут где-то туда уходить, далеко не долго, мы можем построить, уже поставить лесозаготовочную станцию, то бишь, и лесодобывающий завод, то бишь, пилораму и так далее. Так, металл, тем почему же, собирается, все хорошо. Так что, видите, у нас станция по берем лома, она обрабатывает лом и вырабатывает металл, листья металла, да. Вот, и дается ему, и что-то это у нас еще, ну, этого нет у нас, ну, там мусорный, мусорный, мусорных называется. Это подгруппы еще нет у нас, это обычно не рисуется здесь. Может, потом в дальнейшем и добавят, потому что он будет, он вам понадобится в дальнейшем, чтобы делать инструменты, не только, а плюс какие-то специальные лучные, там, гайки и так далее, чтобы устроить какие-нибудь, там, вентиляторы электродобывающие, так что вот такие дела. Так, ладно, пока у нас забирает досочки, бетончик у нас пока что есть, 17 штук, а нам было бы в идеалке еще построить еще одну станцию по, не то что-то станцию, а колодец по добыче водички. Вот, мы можем даже сюда поставить, как видите, у нас 100% 15 воды, так что они даже пересекаются, но не влияет на это, очень странно. Ну, хорошо, ладно, ставим, опять же ставим. Ну, приоритет нам не нужен пока что, у нас есть водички. И, пока они там отдыхают, мы можем опять же тоже назначить строительство ворот. Не, кстати, нет, сначала нет, мы сначала построим медицинские учреждения, чтобы наши люди себя чувствовали здоровыми. Так, я не буду даже, наверное, сюда дорогу проводить, или, потому что, не знаю. Так, нет, давайте поставить сначала вот эту медицинскую станцию, медицинская палатка, или нет, сюда, пусть она здесь стоит. Так, что нам не хватает? Не хватает? Все у нас хватает. А что не хватает? Чего? Досок и бетон. Ну, бетон у нас есть. Так, что с едой? Еду они добывают, добывают. Так, у нас уже 40, так, ягод есть. Пока что идем по плюсу, пока что еще неплохо, пока что еще никто не умер, это уже радует. Так, дальняя, так, хорошо. Что нам нужно для, кстати, построить забор, не помню, может, там что-то поменяли, побольше дали ресурсов. А нет, так же со мной остались, 20 дерева, 15 бетона, 15 металла и 5 пластмассы. Достаточно материалов для этого медицинской палатки, но это не добудут, потому что у нас сейчас эту пластмассу построят и так, короче, ускоримся, чтобы это было более-менее быстро, не так медленно все происходило. Так. Сейчас я вот, не знаю, как будет качество видео, записываю я на, пока что, на Streamlab OBS, потому что Bandicam, может, что-то не записывает звук, друзья, если кто знает, как исправиться, он записывает микрофон, а именно сам процесс игры, то бишь музыку, которую он сейчас играет в фоне, да, он не записывает. Если есть какие-то идеи, что это такое, и почему это так происходит, дайте мне знать, друзья. Я попытаюсь исправить, потому что, ну, Streamlabs есть Streamlabs, он, конечно, неплохая программа, но она больше создана для стрима, а не для записи. Ну, посмотрим, не знаю, потому что это первый раз я на нем записываю, так что заценим, что это такое вообще. Так, что это такое, надо это убрать отсюда. Раздражает лишнее. Лишнее убираем. Так, убираем. Это что? Это тоже убираем. Не нужно. Почему он там еще так нарисовался? Это хорошо, пластмаску тоже добывают. В идеале, короче, надо добавить по два человека. Лучше будет, чтобы будет это все происходить в два раза быстрее. Хорошо, сейчас нам нужен, так, строительская коробка завершена. Так, у нас идет сейчас 18, так что мы можем уже постепенно сейчас они построят медицинскую палатку, и тогда мы начнем строить уже сами ворота. И, надеюсь, к нам придут уже первые поселенцы, и мы сможем уже сходить на разведочку. Так что я хочу-то где-то видосик сделать на минут 20-25, ну, максимум, до полчасика, как уложится. Надо было, наверное, с самого начала, на вторую скорость убить, чтобы это так быстро все происходило. Так что, друзья, если у вас есть какие-то пожелания, комментики, советики по поводу этой игрушки, или вообще в игрушках в целом, что вы хотели видеть на канале, оставляйте комменты, я обязательно на них отвечу. Вот, и оттуда уже будем выдвигаться. Так что, не знаю. Так что, опять же, оцените этот видосик, если вам понравился, поставьте лайкосики. Если нетрудно, вам, конечно, вам не трудно, а мне в большом все это очень приятно, и я смогу, я пойму, что вы и желаете видеть этот контент в моем исполнении, потому что явно я знаю, что дофигища людей на YouTube этим занимаются. Игрушка тоже, наверное, уже проходили, играли. Просто сейчас вот обново вышло недавно, но вот я решил, не начинайте игру заново в оффлайне, а вот то чисто так с вами вместе. Можете вы что-то посоветуете мне, что и подскажете. Вот. Потому что я еще в дальнейшем планирую перезайти всей Walking Dead, так как, не знаю, эта игра достойна уважения. Это стопудово. И это про шедевральное. Плюс я не прошу, потому что как-то в связи с тем, что там у нас получили, у них получились какие-то проблемы. Другая компания начала заниматься, но все-таки не закончили по поводу этой игрушки, и тоже могут не проходить. Ну и всякие разные новинки, которые будут выходить. Мы постараемся, конечно, по максимуму их освещать и принимать участие в этом процессе. Итак, короче, я ставлю еще одного рыбака, чтобы они добывали нам рыбку быстрее. Но, кстати, вообще-то, наверное, не надо было. А не, ну, можно, просто мы отсюда поставим его на паузу, то бишь люди здесь не будут, а поставим много человечка, а здесь надо будет, когда кто-нибудь заболеет, например. Сразу ставим так, мы выбираем, и как только кто-нибудь заболеет, конечно, мы поставим вот это человечка, чтобы он там их лечил. Так, следующее, что мы делаем, мы ставим уже ворота. Ворота, ворота, ворота. Так, ставим ворота. И приоритет высокий, или если вдруг там что-нибудь в промежутке этого будем делать еще, чтобы они сюда носили ресурсы, а они куда-нибудь еще. Так, что нам нужно? Нам нужно дерево, бетон. У нас металла хватает, это радует. Пластмасса у нас тоже хватает. Дерево, бетон. Вот, сейчас они дерево добывают у нас, но бетон у нас довольно-таки далеко, да, груда бетона там. Ну, как только набудем дерево, 20, тогда я отправлю дерево на бетон, потому что у нас все, бетона больше нету, 7 из 15, да, забрали все, что у нас было на складе и уже принесли к воротам. Хорошо, ладно. Так, пластмасску они тоже сейчас скоро притащат. Как видите, здесь когда появятся желтые цветы, значит у нас хватает ресурсов. Если у нас красненький, значит у нас ресурсов не хватает. Тут ничего еще не появилось, потому что они еще даже не начали нести его. Так как принесут, сразу они принесут по 5 единиц, да. Так, здесь они все работают, все работает тяжело. Так, дети у нас отдыхают пока что. Как дети подрастут, они у нас будут еще, у нас дополнительная рабочая сила. Это тоже неплохо. Итак, что у нас тут происходит теперь? Что он несет? У нас несет железо, походу, принес, да. Железо у нас принес, а вот наш мужичок несет пластмасску. Сейчас у нас будет пластмасска 5 из 5. Так, у нас осталось сейчас только дерево. И сейчас эти два человечка будут добывать дерево. Единственное то, что тупо, вот они, например, сейчас несут дерево на склад, потом с этого склада берут и несут на нужное тебе строительство. Было бы сразу, например, практично и логично, или если вот, например, они взяли там 5 дерева, да, и сразу принесли его сюда. А сейчас вот, смотрите, человек один пошел несет, то бишь, дерево сюда, а другой человек пошел рубить дерево. Даже не знаю, может рубить, пошел спать, не знаю, куда он пошел. Вот, или куда-то еще. И это реально тратит время на путешествие человека туда-сюда, вот, и потому что они должны и забирать ресурсы с наших добывающих станций, потому что, мне кажется, они сами не носят, а может даже сами носят уже. Потому что, смотри, да, один человечек здесь, и другой, наверное, бегает, а вот он бежит. И что ты будешь делать? Да, да, иначе носят, а это уже хорошо. Потому что, мне кажется, раньше не носили. Ну, не буду врать, точно не знаю. Так, хорошо, ладно. Пока, наверное, у нас чувачки спят. Так, дерево, сколько дерева у нас? Дерева нету, да? Сколько дерево он принес? 13. Нам еще надо 2 катки, чтобы за дерево забегали. Хорошо, так, рыбку добываем, все хорошо. Что у нас с едой? У нас есть 6 рыб, 10 потребляются и производится 10 по большему чудо, да, у нас плюс-минус. Как мы только выйдем на карту, сейчас мы не можем выйти, а не можем выйти, как видите, у нас здесь есть вяльное мясо, аж 30 штук. Надеюсь, что наш первый экспедитор, то бишь, разведчик будет с добыванием, скилл добывания, да, будет много ресурсов сможешь носить. Так же, чтобы идти на карту, вы уже понимаете, нажимаете M, как обычно, латинскую M, NAP. И так же самое, чтобы вернуться, тоже нажимаете M. Так, хорошо, дерево добываем. Ну вот, видите, он сейчас поставил, этот чувачок берет и сейчас идет с этим деревом сюда. Ну вот, опять же, как-то нелогично. Ну, я надеюсь, разрабы с этим как-нибудь решат этот вопрос. Ну, это не катастрофически, но все-таки все равно это время и как-то нелогично. Ну, не знаю, на мой взгляд. Вообще, конечно, игра, это сама себе понелогично. Например, у нас тут гадельные отходы, а мы тут ставим свою базу, да. Тут радиационный фон, наверное, просто зашкаливает. Ну, не знаю. Посмотрим. Много, конечно, недоделок и таких каких-то мистических фактов. Ну, ничего. Ну, это игра. Что же делать? Не в лесе придираться, конечно, деталям. Ну, это будет уже не то. Так что надо просто наслаждаться то, что насесть и проходить как она есть. Так, хорошо, ладно. Сейчас они забудут дерево. Я тогда переключусь на бетон, чтобы они просто бегали за бетоном. Так, у нас дерева хватает, так что сразу быстренько меняем. А, кстати, как-нибудь забрали все дерево. Переместить рабочую зону. Есть у нас где-то бетон поблизости, чтобы далеко не бегать? Ну, это не то, что далеко, но это, конечно, далеко. Дальше. Так, берем сюда. Уменьшаем, чтобы они концентрировались только на эту точку. И побежали, друзья. Побежали, побежали. Время-день, как говорится, да? Так. Хорошо. Итак, бетон. Ну, сейчас, сейчас он придет сюда, принесет их. Потом, о, откуда-то бетон притащили, я не понял. Что? Странно. Ладно, ну, сейчас вот, и все. Ну, сейчас он начнет строить наши ворота. Потом этим ворота улучшим, конечно, но это, опять же, надо улучшить дерево исследований. У нас тут будет в безопасности, да, ремонт. И тут у нас будет мастерская и ворота. Усиленные, укрепленные ворота. Ну, это уже потом, в дальнейшем. Так, хорошо. Что у нас осталось? У нас там осталось еще два бетона. Ну, два бетона они уже сейчас, думаю, не тащат. Что у нас есть здесь? У нас нету. Это у нас есть металлолом. Металл. Так, так далее. Что вам не нравится опять? Что там? Усталость. Не удалось выспаться. Друг. Ну, друг. Ну, как высыпаться? Мне нас апокалипсис. Надо выживать. Надо туда бывает. Тут все копать, чтобы мы могли потом нормально существовать и развиваться. Так, хорошо. Потом, как мы уже на следующей серии, можем заниматься фермерством, улучшением нашего жилья и качества нашего... Качества нашей колонии. Так что давайте посмотрим, что у нас происходит. Я надеюсь, что мы скоро уже закончим строительство наших ворот. Ну, не знаю. Что-то мои чувачки, наверное, пошли спать, отдыхать. Так. Инструменты, что у нас так? Ну, довольно-таки неплохо все происходит. Довольно-таки никто еще не умер. Это радует. Вода у нас идет в плюсе. Потом еще построим цистерны, потому что добывают такие катаклизмы, что страшная жара и все ресурсы потребляются вдвое больше. Так, и так что нам? Погружение в помойку. К вам подходят двое колонистов, их предполняет азарт. Отказывается, неподалеку есть старая нетронутая свалка, которую, видимо, из-за запаха проигнорируют мародеры. Несет от нее страшно, но вдруг там есть что-нибудь ценное. Можно снарядить, экспедицию отправить туда людей без должного снаряжения опасно. Но кто знает, что там можно найти. В конце концов, если колонисты найдут еще один слой одежды поверх своей и возьмут лишний набор инструментов, это может отказаться достаточно. Ну, короче, давайте рискнем, посмотрим, что может быть. Да, вы колонисты инфекции. О, четыре одежды добавили. И, значит, запускаем доктора, потому что у нас есть инфекция. Мало еды. Это плохо, что у нас еда закончилась. А, у нас же носильщиков нет. Так, хорошо. Значит, убираем так. Убираем по человеку. У нас пока что достаточно этого всего. Пусть они идут, занимаются делами. Итак, у нас уже все полностью будет уже готово для создания ворот. И они начнут их и строить. Так, давайте еще на троечку, друзья, чтобы что быстрее это сделали. И как раз мы вложимся в полчасика, наверное, скорее всего. Итак, у нас лечится, дружок. Все хорошо. Инфекция. Построить еще крытый склад. Зачем? Пока что не нужно. У нас достаточно места. 35% здесь, здесь 1%. Так что все нормально. Ворота завершены. Строительство завершено. Хорошо. К воротам привели группа выживших. Вот, о чем я говорил. Так, значит, нажимаем. Экспедитор. Утконос. Деятельность, ожидание. Специальность, собиратель. Очень хорошо. И как у нас с собирателем? Пархоза 3. Очень хороший человек. И у нас трое человек и ноль детей. Да, берем. Без всякого якого берем. И у них нету дома. Сразу строим еще один дом. Еще один дом строим. Строим еще 6 вот такой большой. Потеряем пару деревьев, но это не страшно. Строим. Хорошо, строим дом. И уже можем выслать чувачка на экспедицию. Выслаем его, чтобы она принесла нам еду. Она приходит, да, теряет все свои очки. Она выходит. И сейчас ждем сутки. И тогда мы вернемся домой. И она то, что набрала, она скинет нам на наши ворота. Все будет храниться здесь. Так, видите, здесь. Но когда мы построим уже склад, они уже будут переносить все в склад. Так, у нас есть 6 человек. Так, можем вернуть людей на их должности предыдущие. Так, у нас есть один врач. Пусть он там и остается. У нас еще 4 человечка осталось, которые будут носить и добывать ягоды, ресурсы и так далее и тому подобное. Так, хорошо. У нас остались здесь сколько? Две ягодки. И тогда уже надо будет перекидывать на другую плантацию ягод. Так сказать. Хорошо. Так, дом строится. Чего не хватает? Не хватает бетона. Опять бетона. Не хватает. Ну вот, бетон добывает очень хорошо. Итак, у нас еще цикл не закончился. Так что нас человечек еще ждет там. Повозможно, как быстрее, повозможно, быстрее строить и дома. Потому что у них меняется настроение. Из этого они уже влияют на саму производительность этих работников. Особенно опасно лезть на какие-то катаклизмы и так далее. Это подобное. Еще на них больше влияет вся система. Кабан, конечно, там без первой печали, что он там находится. Это очень плохо. Так, хорошо. Ладно. Построим мы жилье сейчас. Уже на следующий утро у нас уже будет готов. Смотрите, временное построение сейчас сделано. Потом эти мы дома, конечно, снесем. Мы уже построим новые. Когда у нас пройдем возможность улучшения наших построек. Бетон маленькой груда закончился. Так, хорошо. Берем следующий и переместить рабочую зону. Тут я уже поставлю побольше, чтобы они уже бегали. Чтобы я тут не отвлекался на эту тему. Так, все. Наш экспедитор готов. Так, я говорю, у нас тоже переместить рабочую зону. Опять же, тоже увеличу. Потому что у нас достаточно много людей, которые этим занимаются. Хорошо. Ладно. Возвращаемся на карту мира. Можно кликнуть на этой иконке, конечно. Можно нажать М. Как вам удобнее. Так, все. Посылаем эту женщину обратно к нам. Раньше, когда мы играли, в первую, когда только ревизионную игру, она когда заходила, она уже скидывала все вещи. А сейчас, чтобы она скинула все вещи, надо выйти. Это, конечно, тупо. Но я думаю, что раздрабы это исправят. И тогда это все останется там. Так, у нас еще осталось два очка хода. Так что проверяем станцию. Хорошо. Итак, тут есть доски. Итак, в этом плане мы гуляем. Карта очень большая. И в этом плане мы ищем разведданные и смотрим, кто там есть. Ищем мы инфраструктуру. Ищем мы науку, в которой будет находиться в зданиях. Кто-то будет послать человека, он будет собирать их. Единственное, что с наукой это очень хорошо, что вот, например, человек собрал науку, у нас сразу появляется здесь. И не надо идти обратно на базу. И тогда только она появится. Так, хорошо. Так, видите, у нас есть, да. И да, у нас вот вяленое мясо, которое она забрала, там, 19 штучек, не помню. Надо было вообще-то собрать полностью, потому что там еще осталось 11 штук. Так, вот. Ну, в общем, сложность, основу колонии мы положили. Еда у нас есть. Металл добывается, добывается. Так что, друзья, на этом мы сегодня закончим наш видосик. Если вам понравилось видео или узнали что-нибудь полезного, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Как я уже раньше говорил, вам это не трудно, а мне это приятно. И поможет в развитии дальнейшем канала. И тоже смогу представить, если вообще-то вам нравится эта игрушка или нет. Вот. По большому счету, большое вам спасибо за вашу поддержку. Понимаю, что я долго не был в Ютубе. Те люди, которые были со мной с самого начала, вам огромное спасибо за вашу поддержку, за ваше доверие. И ваш, как говорится, вашу... Правильный ваш интерес, чтобы я вернулся к этому... Какой-то деятельности, да. Как вы знаете, это для меня хобби. Вот. И, конечно, если что, приходите, пишите комментарии, оставляйте ваши советы, ваши пожелания. Я обязательно на них отвечу. Прочитай любой комментарий. Пока что на данной статье у вас немного. И... С возможности отвечу. И... Будем играть что-нибудь новенькое. По возможности, опять же. А так, по большому счету, мы большое вам спасибо, друзья. За вашу поддержку, за ваши царские лайки. А на сегодня мы заканчиваем. И... Большое вам спасибо за вашу поддержку, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok